здравствуйте я расскажу о своем проекте по поиску белков вирусов которые мимикрируют под гистоны человека на первом уровне компактизации днк ввивает кор белков которые называются гистоны гистоны делятся на четыре типа h2 h2b h3 h4 внутри находится плотная часть этих белков и наружу торчат непорядочные фрагменты которые называются гистоновыми хвостами гистоны подвергаются пострансляционным модификациям частности на них навешиваются разные химические модификации такие как метильные группы ацетильные и другие этим занимаются специальные белки которые навешивают считывают и удаляют эти метки комбинация меток регулирует ряд молекулярно-биологических процессов например такие как репликация репарация днк экспрессия генов и другие было показано что как-то плохо видно было показано 10 лет назад что белки некоторых вирусов приспособились мимикрировать под гистоны человека в частности фрагмент белка вируса гриппа мимикрирует под гистон h3 для чего он перетягивает на себя взаимодействие с фактором элангации транскрипции тем самым нарушая эту регуляцию вот и буквально в прошлом году было показано что белок р-8 и сарсков-2 также своим четырех аминокислотным фрагментом мимикрирует под гистон h3 для перетягивания ацетилирующей машинерии что также влияет на экспрессию генов однако за вот эти вот 10 лет когда был известен этот эффект а обнаружилось не так много примеров мимикрии в основном все известные примеры находятся на хвосте гистона h3 и включают себя сайты наиболее наиболее изученные сайты модификации гистонов в частности такие сайты как 4 лизин 9 и 27 откуда мы можем получать информацию о белок-белковых взаимодействиях есть ряд высокопроизводительных экспериментов например вырывает в гибридной экспрессии или афинная хроматография с последующей масс-микрометрии такие эксперименты позволяют получить большое количество данных однако данные шумные а вот они могут включать себя как большое количество ложноположительных так и ложно отрицательных результатов есть структурные эксперименты таких данных чуть меньше и есть некоторые бариства р iTunes кристаллизующихfex белков хорошо кристаллизующихся и белков научного интереса интереса и также известно что не упорядоченные регионы они довольно плохо кристаллизуются вот и однако накопление такого большого количества данных позволило разрабатывать различные предсказательные модели для получения информации о белок-белковых взаимодействиях. В частности, есть модели, которые работают на уровне последовательностей. Работе с ними была посвящена моя работа на прошлом этапе проекта и предсказательные модели на уровне структур, в частности, AlphaFold 2. Таким образом, цель моей работы — это поиск вот таких вот белковых вирусов, которые потенциально могут мимикрировать под гистоны человека и проанализировать, с какими же белками могут происходить такие взаимодействия. В рамках задачи были выделены следующие. Значит, провести анализ литературы на поиск таких известных примеров и также провести анализ базы белок-белковых взаимодействий патогена и хозяина, вот, и оттуда тоже получить пример таких белков, вот, получить идентификаторы метилаз и разметить их, то есть выявить трансферазные домены, построить комплексы с помощью AlphaFold 2-мультимер и провести структурный анализ полученных комплексов. В качестве объекта мимиклея был выбран конец кистона H3 в трех положениях — это четырехбуквенные последовательности сайтов H3K4, K9 и K27. Вот, и были подобраны соответствующие метилотрансферазные и цитилотрансферазные белки для этих регионов. В результате было построено порядка 250 структур комплексов, вот, с помощью AlphaFold 2-мультимера — это такая нейронная сеть, которая получает на вход последовательность белков, далее с помощью ищет гомологичные последовательности, строит из них множественное выравнивание, подбирает структуры гомологичных белков, далее на основе и строит из них матрицы попарных представлений, дальше есть нейронная сеть, которая состоит из двух модулей, на вход она принимает эмбеддинги вот этих вот множественных выравниваний и матриц попарных представлений и выдает уже структуру белка или в случае с AlphaFold 2-мультимером выдает структуру комплекса двух и более белков. В примерно половине моделей фрагмент мимикрии был также неупорядочен, что в целом неплохо, и далее уже мы провели структурный анализ полученных комплексов. Я расскажу про некоторые примеры, в частности, например, для комплексов с метилтрансферазой 4-го лизина из гистона H3, но на этих картинках не так хорошо видно, как могло быть, здесь представлены все модели комплексов, они выровнены по метилтрансферазе, и вокруг находятся пептиды гистонов, то есть на картинке обрезали и обрезала только по мотиву. И в целом все моделирование проводилось также для хвостов гистонов, и они ожидаемо попали в структурный туннель, однако не тем сайтом, то есть не сайтом 4-го лизина, а 9-го лизина, потому что сайты очень похожи, и, видимо, такое положение было наиболее выгодно. Однако все фрагменты вирусов, они изображены синим, они не попали в структурный туннель. С комплексами метилтрансферазы сайта H3K9 в ситуации чуть лучше, здесь изображен вот этот структурный туннель. Все гистоны всех комплексов расположились довольно правильно, и также было выявлено три белка вируса. В одном из них именно мотив мимикри оказался в структурном туннеле, и в двух других белках вирусов в туннеле в структурном оказался не лизин из мотива мимикрии, а вот буквально соседний лизин. Что интересно, там тоже есть... Да, то есть в структурном туннеле оказался лизин не из сайта мимикрии, а буквально соседний, и там тоже в одном из примеров есть аргинин, который должен стабилизировать такое взаимодействие, но в целом вот эти примеры требуют дальнейшей экспериментальной проверки. Вот далее провели дополнительные анализы, в частности исследовали изменение свободной энергии связывания комплексов при одиночных мутациях мотива, проверили с помощью тоже нейроносетимой сайддип вероятность метилирования данного лизима, но во всяком случае полученные результаты не противоречат нашей гипотезе. В результате проекта был расширен список белков вирусов, в которых есть эти вот мотивы мимикрии под гистоны. Были построены структуры комплексов, и найдены три белка, которые потенциально могут мимикрировать, во-первых, под гистоны, и во-вторых, взаимодействовать с эпикинетической машинарией клеток человека. Вот, и проведена оценка использования AlphaFold-2-мультимер для построения комплексов с непорядочными регионами белков, которые содержат схожие и повторяющиеся мотивы. По результатам работы будет напечатана одна обзорная статья и сделан доклад на конференции MBL-хроматин, за что тоже благодарю фонд. Краткосрочные планы — это завершение структурного анализа для комплексов с ацетилтрансферазами гистонов и оформление полученных результатов в публикацию. Полученные результаты войдут в мою кандидатскую диссертацию, которая будет защищена в 2024 году, и долгосрочные планы. Это нас, конечно же, интересует взаимодействие не только с метилтрансферазами и ацетилтрансферазами белков вирусов, но и с другими белками хроматина. И также интересное движение в направлении ингибирования таких взаимодействий. Спасибо за внимание. У меня есть пара вопросов от коллег. Какие методы были использованы для идентификации и анализа потенциальных взаимодействий между белками вирусов и ферментами, модифицирующими гистоны? Да, использовалась база HPIDB. Это база, в которой результаты высокопроизводительных экспериментов именно взаимодействие между белками патогенов и хозяинов. Соответственно, проводился анализ данных из этой базы, то есть фильтровались белки, чтобы хозяином был человек, и белки человека. Это были ядерные белки, белки хроматина и так далее. А какие основные вызовы и ограничения возникли при использовании альфа-фолд-2 и как они были преодолены? Ну, в целом, объект моих исследований — это вот этот неупорядоченный фрагмент белка, у которого нет какой-то четкой структуры. Скорее, это не ограничение, а то, что альфа-фолд-2 обучался на известных структурах. И здесь даже есть некоторое подспорье, что в базе данных белковых структур есть комплексы, есть структуры комплексов, где один из белков — это, допустим, метилотрансфераза, в комплексе с коротким пептидом гистона, который там буквально 4-5 аминокислот. Но и даже вот это знание, с одной стороны, не помогло альфа-фолду сделать структуры для комплексов таких метилотрансфераз с гистонами, для вот именно фрагмента H3K4. Была тенденция сдвигать этот хвост. Но с другой стороны, с фрагментом гистонов H3K9, то есть когда фрагмент уже располагается где-то ближе к центру гистонов хвоста, модель справилась получше. И последний от меня вопрос. Какие результаты были получены в ходе исследования эпигенетического воздействия вирусов на клетки хозяина, и какие перспективы открывают эти результаты? Да, ну здесь маленькая, маленькая, маленький обзор литературы. В случае, вот что нашли для коронавируса, там просто проводили эксперименты на клетках и так далее, там белок вируса, он перетягивает на себя ацетилтрансферазу гистонов. То есть в норме что должно происходить? Она должна ацетилировать гистоны, то есть тем самым разрыхляя структуру хроматина, и что облегчает экспрессию генов. То есть это такая метка активного хроматина. После того, как белок вируса попадает в ведро клетки, ацетилтрансфераза начинает ацетилировать не гистон, а белок вируса. Дальше этот комплекс идет на деградацию, но гистоны остались не ацетилированные, и гены, которые должны были экспрессироваться в ходе вот этого иммунного ответа, они не экспрессируются. То есть здесь можно спекулировать какими-то такими историями, потому что, в частности, метки, которые мы изучали, это метки, которые приводят или к открытому хроматину, такой же организм, то есть хроматин, с которого активнее экспрессируются гены, или наоборот к метке, например, H3K9 или H3K27, метилирование этих сайтов, это метки закрытого гетерохроматина, с которого не идет экспрессия генов.